Всем привет, мои дорогие! Рад вас приветствовать на новом мукбанге. Очередной у нас выпуск мукбанга. Сегодня у нас завтрак. У меня завтрак, и он начинается полдесятого утра. Наконец-то я попал именно в завтрак. У меня вот такие жареные, короче, колбаски. Они в оболочке натуральной, а внутри мясо-индейки. Я их пожарил на сковородке. У меня овощи, огурцы, помидоры. У меня свежий хлеб. Вчера покупал. Он такой, знаете, формовой. Я люблю формовой. Из напитков у меня... Это не вино. К сожалению, сегодня всего лишь четверг, и это не вино. Это компот. Из черной смородины. Компотик. Не знаю, куда его пристроить. Где он будет смотреться, так сказать. Нигде он не будет смотреться. Тут он может шандарахнуться, поэтому пускай он стоит здесь, короче, от греха подальше. Берите обязательно тоже что-нибудь покушать, что-нибудь вкусненькое. Из соусов у меня сметана 20%-ная. Я думаю, этого будет достаточно. Никакие майонезы не нужны. Белиссимо. Я пока что делал заставку для видео. Половину... Как половину? Ну, короче, пол сосиски уже одной сожрал. Это такая мука, за которую вы должны мне поставить лайк, прям преждевременно. Не жалейте, не скупитесь, поставьте лайк, палец вверх. Да, я говорю с набитым тон. Потому что мукбанг – это такой формат, где мы кушаем и разговариваем. И все это одновременно. Обязательно пишите в комментариях, что вы со мной кушаете. Как вы считаете, для завтрака это нормально? Может кто-то привык кашками завтракать. А у меня тут жареные. Колбаски. Очень вкусно. Вчера был вечером. Поздним вечером уже. Часов в 10, наверное. Прямой эфир. Кто не видел, заходите, посмотрите. Там мы обсуждали... Короче, там я кушал эти... Пончики. В 10 часов ночи я жрал пончики. Ну, захотел я. Я, в принципе, их давно хотел. Вчера я проходил мимо пекарни. Где они работали. И были пончики. Как ни странно. Прям, знаете, вот этих колбасок сок. Не хочу чай, ничего. У нас жара. 30 градусов. Мне кажется, даже больше. Прогнозы передают, что будет еще больше. 33. Так что август должен быть тепленьким. Я бы даже сказал горячим. Пускай будет сентябрь тоже такой же. Ну, а в октябре можно махнуть в Турцию. Огурчики у меня те же. Маринованные. Ну, как маринованные. Слабосоленные. Мама их так в пакетике делала. Ну, помните? Я уже рассказывал. Жаль. Мне, знаете, что бы я сейчас выпил холодного шампанского? Я не знаю. Прям вот так. Я бы холодного выпил. Я знаю, что многих искушаю с диетой. Многие сейчас сидят почему-то на диете летом. Непонятно, для чего вы это делаете. худеть надо было зимой. А летом надо сжрать. Шашлыки, мышлыки. Проснулся, как будто оголодавший. Хотя на ночь сожрал пончиков. Еще творожную массу с вишней. пока снимешь заставку, ты помрешь, дай. С голодухи. Так. Ну, о чем это? У нас осталось раз, два, три, пять колбасок. Всего здесь было 400 грамм. Ну, это кого интересует, кто считает мои калории. Это индейка, пава-пава. Уже дико я таких не видел. Вчера в пятерочку зашел. Вкусные, хорошенькие. Они, видите, у меня такие немножко с одной стороны побледнее, с другой по поджаристе. Я жарил их на маленьком количестве масла. У меня антипригарная сковородка. Поэтому я считаю масло ни к чему. Ну, я чуть-чуть добавил. А так сок выделяется из них. Все окей. под крышечкой готово. Сегодня четверг. Завтра пятница. И у нас с вами должен быть прямой эфир пьяный. Уже по традиции в пятницу я провожу пятничный прямой эфир. Пятница-разразница. Сколько у нее только нет названий. И чтобы YouTube вам прислал уведомления, я вам сейчас расскажу, что надо сделать. сегодня в течение дня появится премьера, так сказать, моего прямого эфира. Нужно зайти и поставить колокольчик, чтобы когда премьера будет начинаться, вас YouTube уведомит. Но на всякий случай вам говорю, это будет завтра вечером часов 7-8. Откуда я буду вещать, я не знаю. Возможно, из Москвы, возможно, из дома. Ну, если соберусь в Москву, значит, из Москвы, если нет. то есть дома. Кто не видел, что это такое, заходите в прошлый пятничный прямой эфир. Три с половиной часа практически мы сидели, бухали, болтали. Дорогие мои любимые зрители мне присылали донаты. Вот. На что я, можно сказать, бухал дальше. ну как, они присылали, а Тёма на шампанское, на то, на сё. Я продлевал по времени прямой эфир, потому что обычно прихожу на час-полтора, а тут мы сидели три с половиной. Я, в принципе, уже наелся. это так вкусно. А тут так охеренно. У меня ничего нет на десерт. А, есть. Палочки. Кстати, кто ещё не оценил мою стрижечку, как вам посвежал, мальчик, помолодел? Ха-ха-ха-ха. Ой, кайф. Холодненький. Прям компот сделал. Эти замечательные три колбаски оставшиеся, они мне не влезут. Я их оставлю на попозже. хлеб такой вкусненький, формовой, знаете. У меня есть. Как видите, кстати, я сегодня уже в другой футболке. Кто-то переживал, что у меня нету других футболок. Чудо. Обыкновенное чудо. Очень тоже вкусненькое. это у меня будет десерт. Это такая трубочка, вафелька, там внутри крем, она в шоколаде. Я помню, у нас в школе они продавались. Рублей по 10 или что-то 15. А я вчера пятерочку купил по акции за 24 рубля одна. Прям такая ностальгия. Ммм. рекламный ютуб рубит мне просмотры. Я провел эксперимент, где я не ставлю рекламу, но монетизацию я имею ввиду от ютуба. Там видео набирает больше просмотров. Где поставил, соответственно меньше. Поэтому монетизация я временно на новые видео не буду ставить. Ну как просмотры наберет видео нужное количество и потом на следующий день допустим я поставлю. Потому что нет смысла я с одного видео вообще там практически ничего не имею. В общей сложности там я не знаю сколько уже третий день за два дня там один доллар я заработал вместе 15 долларов 15-20 да зависит от просмотров. это тысяча рублей она не стоит того чтобы у меня было в два раза меньше просмотров. Поэтому пока что спасибо конечно YouTube за монетизацию на предыдущих видео она везде стоит но начиная с этого я переставлю пока что пользоваться монетизацией не вижу смысла потом буду пораставлять но это потом когда уже видео немножко раскрутится кстати я вот эти ягодки тоже люблю смородинка кисленькая сладенькая аж мурашечки мне кажется там черное и красное не знаю это мама дело офигенно наелся сытненький довольненький в принципе настроение хорошее надо найти чем заняться звали сегодня покупаться ну не знаю купаться я у нас не очень хочу посмотрим вот может просто нет дома тоже скучно ну ладно я решу короче чем не заняться спасибо всем кто был на моем мукбанге спасибо всем кто покушал со мной кто еще не докушал обязательно доедайте до конца это ваша сила мощь не оставляйте на тарелке я это тоже все съем через пару часиков поверьте ничего не пропадет огромное спасибо всем кто ставит пальцы вверх поэтому тех кто еще это не сделал обязательно поставьте пальцы вверх а не же лайки это абсолютно бесплатно для вас и большая поддержка для меня и моего канала ну а также не забывайте писать комментарии рассказывать о себе как у вас дела что вы со мной кушали какие планы на день придете ли вы завтра на мою пятницу разратницу прямой эфир вот в общем-то знаете всех благ всего самого лучшего отличного дня отличного настроения вам оставайтесь на моем канале смотрите все видео не забывайте ставить колокольчики на уведомления это тоже абсолютно бесплатно вы будете видеть мои видео самыми первыми чтобы их не пропускать поэтому увидимся в новых видео всем спасибо за просмотр всем пока целую